Господи Иисусе Христе Сыне Божий, помилуй меня грешного. Рассматриваем жития святых во свете Библии, чтобы люди могли смотреть открытым оком. Вопрос 1966. В каких местах можно проповедовать, а где бы надо промолчать? Ответ. Нужно постоянно и всегда и везде возвещать истину Христову. И за истину стоять ревностно, даже прибегая к необычным методам. 2 Тимофея 4.2. Проповедую слово, настой во время и не во время, обличая, запрещая, увещевая со всяким долготерпением и назиданием. Титу 1.3. В свое время явил он слово свое в проповеди, вверенное мне по повелению Спасителя нашего Бога. 3.4. Великое горе тем, кто не несет благую весть погибающему миру, хотя бы это свое противление Божьему повелению, прикрывал созерцанием, углублением и совершенствованием своего монашеского сердца. 1 Коринфянам 9.16. 4. Ибо если я благовествую, то не с чем мне хвалиться, потому что это необходимая обязанность моя. 5. И горе мне, если не благовествую. Да это горе-то каждому монаху две тысячи лет. Они не благовествовали. Еще закрываются какими-то словами. Суда Божьи не представляют. Бог будет судить его по слову своему. Ну и все вопросы сняты. Исайя 66.2. 5. Ибо все это соделала рука моя, и все сие было, говорит Господь. А вот на кого я призрю, на смиренного и сокрушенного духом, и на трепещущего перед словом моим, не перед казнью, не перед тем, что Ава выгонит из монастыря. Монастыри, как в установлении, совершенно оно не является евангельским. Абсолютно. Николай Чудотворец, 6 декабря. Посему он был схвачен нечестивыми мучителями и заключен вместе со многими христианами в темницу. Здесь он пробыл немалое время, перенося тяжкие страдания, претерпевая голод и жажду, и тесноту темничную. Своих соузников он питал словом Божиим и напаял сладкими водами благочестия, утверждая в них веру во Христа Бога, укрепляя их на нерушимом основании. Он убеждал быть твердыми в исповедании Христа и усердно страдать за истину. Это Николай Чудотворец. Он в тюрьме многое перенес. В то время и город Миры снова принял своего пастыря, великого архиерея Николая, удостоившегося венца мужчинического. А архиерей Бога Вышнего, одушевленный ревностью Божией, прошел по всем этим местам, разоряя и обращая в прах идольские капища и ощущая свое стадо от скверной дьявольской. Он постромил всего эритика Ария на соборе, не только словом, но и делом, ударив в ланиту. Отцы собора вознегодовали на святителя и за его дерзкое деяние постановили лишить его архиерейского сана. Но сам Господь наш Иисус Христос и преблагословенная его Матерь, взирая свыше на подвиг святителя Николая, одобрили его смелый поступок и похвалили его божественную ревность. Доказательств нету. Все были против. Ну, Божьим авторитетом видение было. Все бы так доказывали. Доказать не мог и брязнуло его, говорит, по морде. За что? Что он понимает не так. Сегодня в любом суде его осудят за это. Речь идет о доказательстве. Почему канон говорит, с эритиками разговаривать кротко, не обратит ли их Господь. Ну, не списано, что бей их. Уразумеваясь всего, что дерзновение святителя было угодно Богу, отцы собора перестали упрекать святителей, воздали ему честь, как великому угоднику Божию. И что? Переняли к себе. А вот она, инквизиция рядом. 12 миллионов только у католиков зашло на костры и прочее. Молот, ведьм, Мария Магдалина, 22 июля. С целью красным цветом поднесенного яйца и неслыханными до того словами «Христос воскрес!» возбудить любопытство подозрительного императора Тиверия. Святая равноапостольная Мария Магдалина с разъяснения значения такого ее поднесения начала свою горячую проповедь о воскресении и учении Христа Спасителя. Она с большим вдохновением и убеждением рассказала императору о жизни, чудесах, распятии и воскресении Иисуса Христа и прямым простодушным изложением чрезвычайно несправедливого пристрастного суда над Иисусом Христом о озлобленных членах Иерусалимского Синедриона и попустительству при этом малодушного римского правителя Иудея Пилата Понтийского к осуждению на распятие Иисуса Христа, навлекла на них гнев императора. Тиверий предал их суду. Филипп апостол. 11 октября. И была тогда радость великая в том городе, потому что принимавшие проповеди Филиппа и уверовавшие в истинного Мессию, исцелялись не только от телесных, но и от душевных недугов. Проходя, проповедовал Слово Божие по всем городам, пока не пришел в Кесарию. Здесь он имел собственный дом, в котором и прожил некоторое время вместе со своими четырьмя дочерьми, девами, пророчицами. После всего он снова возвратился в Иерусалим. Будучи здесь поставлен святыми апостолами во епископа, он послан был затем на проповедь в Малую Азию, в город Тралью. А обратив там многих ко Христу и сотворив великие чудеса, апостол Филипп отошел ко Господу в глубокой старости. Спев Сип. 16 января. Святой Поликарп, епископ Смирский, ученик святого апостола и евангелиста Иоанна Богослова, желая по действию Духа Святого умножить словесное стадо верующих во Христа, послал в различные страны своих учеников с тем, чтобы они безбоязненно проповедовали всюду Слово Божие. Узнав, что в Галле повсеместно происходит гонение на христиан по царскому указу, которым все они приговорены к смерти, святой Поликарп послал туда двух священников Божиих, Андохия и Венигна, и третьего дьякона Фирса. Это были истинно добродетельные люди, преданные Богу, усердные в подвигах, с любовью, готовые всегда отправиться на благовеснический труд, суши или морем ли, больше жаждавшие, чем боявшиеся мучений и смерти за Христа. Получив приказание от своего епископа, они точно же взошли на корабль, отпуская их, святой епископ Поликарп напутствовал их такими словами «Идите, доблестные мужи, и с благодатной помощью Христа крепко стойте за Него». Через святое исповедание Пресвятого имени Христова вы приобретете себе многих сподвижников и, радуясь вместе с ними победе, достигнете славы и вечных почестей. Да умножатся обильные плоды ваших трудов, и да возделишется радость в райских жилищах праведников при виде ваших святых приобретений. Петр, 18 мая. Святые же мученики Иракли, Павлин и Венедим были гражданами афинскими. Они проповедовали в Афинах с великим дерзновением имя Христова и увещевали всех нечестивцев оставить свое суетное идолослужение и крестить свое имя Отца и Сына и Святого Духа. За свою проповедь они были ввержены в печь огненную, после чего и скончались. Иоанн Богослов, 26 сентября. Крестился Лаврентий и Егемон того острова, сложил при этом в себя власть свою, но уверовал ее, отошел с начальства, вот так, чтобы свободнее служить Богу. И оставался Иоанн с Прохором в дому Мироновым, три года проповедуя Слово Божие. А тут, как его называют, Александр на Украине сейчас, говорят, что верующий пастор и взялся за какие дела, войсками передвигать, заставлять стрелять и прочее. Вот пример. Отошел и все. Михаил, 30 сентября. После того он отправил послов в Константинополь, патриарху, с просьбой о благословении его, как нового члена Святой Церкви, о молитвах за него и вместе с тем, с сугубой просьбой о том, чтобы святейший патриарх прислал к нему премудрого учителя, избранного архиерея, который бы мог быть опытным и благоразумным архипастерем земли русской, как для утверждения научения его в истинах веры и благочестия христианского, так и для просвещения его сыновей и великого множества неверующего народа великой его державы. Патриарх, получив послание князя Владимира, очень возрадовался, прославил Бога за его неизреченное щедрот и промышление распространения святой веры среди неверных и поспешил собрать освященный собор на избрание преросветителя, омраченный языческим неверим обширной страны российской. Удостоенным всего высокого избрания оказался святой Михаил, сириец по происхождению. То был муж весьма учительный в проповедании Слова Божия и глубоко просвещенный. По другим летописным известиям, святой митрополит Михаил Бароном Болгарин. Вместе с ним были посланы еще шесть епископов, множество присвятеров и иных старковного причта людей. После того великий князь вместе со святым Михаилом, епископами, пресвитерами, но присвященными сыновьями своими и боярами составили совет о крещении не только киевлян, но и всего русского народа и о ревностном проповедании среди него Слова Божия. Но этого не было. Это все благочестивые вымыслы. За меч рисует на иконе крещения «Кто не будет креститься, тот враг мне башка долой». Что тут говорить-то? Насильственно крещеная Русь не стала верующей. Они поймали своего перуна и тут же его поставили. По всему городу было оповещено повеление князя, чтобы все киевляне без изъятия, не исключая жен и детей, на другую собрались на Днепровский берег для принятия крещения. Ну какая-то проповедь? Не о хресте ни о чем, а чтобы завтра пришли крестить будем. А куда денешься? Это жить охота. Вот мы такие остались. Это князь Владимир нам такое христианство принес. Монастырь населили иноки, прибывшие с митрополитом из Константинополя, подвигаемые святой ревностью, доблестные просветители земли русской, святой князь Владимир и митрополит Михаил. Через два года по крещению киевлян предприняли апостольское путешествие для просвещения других отдаленных стран земли русской. Ну а как? Ну а так же приехал, дал приказ завтра их приходить. Это просвещением называлось. Мало того, приходили с ротой солдат, больше с пушками. Так, в 1990 году великий князь с двумя епископами ходил в сельсель в Суздальскую землю, которая и была просвещена святым крещением. Не проповедью, прямо крещением. Вслед за тем подобное путешествие предпринял святитель Михаил в Великий Новгород, куда его сопровождали шесть епископов, дядя князя Владимира Добрыня со своими дружинами и Анастас Корсунянин. Пришедший в Великий Новгород, святитель Божий и его сотрудники разрушили идолов и их жертвенники. Многих новгородцев крестили, воздвигли церкви и поставили пресвятеров по городам и селам Новгородской области. Варфоломей апостол 11 июнь по принятии Святого Духа, сошедшего на апостолах в виде огненных языков, святому Варфоломею выпал жеребий вместе с апостолом Филиппом идти на проповедь Евангелия в Сирию и в Малую Азию. Туда они оба и отправились, то проповедуя вместе, то расходясь отдельно по разным городам, то вновь сходясь и приводя людей ко спасению через веру в Иисуса Христа. Проповедуя Евангелие в Малой Азии, святой Филипп на некоторое время отделился от святого Варфоломея и обращал ко Христу диких и непокорных жителей Лидии и Мизии. В это время святому Варфоломею, проповедовавшему Христа в соседних городах, было повеление от Господа идти на помощь ко святому Филиппу. Присоединяясь к нему, святой Варфоломей вместе с ним единодушно подвязался в апостольских трудах и подвигах. И все вместе они стали служить делу спасения рода человеческого. После сего Иоанн Богослов разлучился с ними, предоставив им Иераполь для проповедания Слова Божия. А сам пошел в другие города, распространяя повсюду святое благовествование, дабы воссиял на заблудших свет познания истины. Над этим они и трудились день и ночь, уча неверных Слову Божию, в разумление разумных и направляя заблудших на путь истинный. Варнава апостол 11 июня В числе этих 70 учеников Господний был одним из первых и святой Иосиф, переименованный святыми апостолами Варнавою, то есть сыном утешения, так как в своей проповеди о пришедшем в мир Мессии он утешал людей с великим нетерпением ожидавших пришествия Мессии. Подобно тому, как сыновья Зеведеевы были названы сынами Громовыми, так как должны были прогреметь по вселенной своей проповедью как Громом, так и сей святой Иосиф был назван сыном утешения, ибо его апостольские труды должны были привести великую радость избранным Божиим. И златоуст святой, объясняя так причину переименования его, говорит, мне кажется, что он получил свое имя по заслугам, ибо для того, чтобы быть сыном утешения, он был вполне способен. И когда Господь восхотел отправить апостолов своих на проповедь к погибшим овцам Израилевым, то увидал, что их мало, почему и сказал, жатвы много, а делателей мало. По этой причине Господь явил миру иных семьдесят учеников, которых послал по два перед лицом своим в каждый город и селение. Иуда апостол 19 июня Много различных стран посетил святой апостол Иуда, проповедуя Евангелие, обращая к христовой вере народы и наставляя их на путь спасения. В таких трудах достиг он стран араратских, и здесь, отвратив множество людей от идола поклонства, сделал их христианами. Лука 18 октября По дороге туда он проходил с проповедью город Севастью, где находились неитленные мощи святого Иоанна Предтечи. В это время святой Лука вместе с апостолом Павлом отправился на проповедь в Грецию и был оставленным для утверждения и устроения церкви в македонском городе Филиппах. Святой Лука с этого времени в течение нескольких лет трудился в деле распространения христианства в Македонии. И в Севисом Массадске 22 июня в царствовании Иоанна церковь Христова испытала еще больше зло, чем царственная Констанция. Корианская ереси, смущающая всех правоверных во вселенной, присоединилась гонения от идола похлонников. Сам царь явно отрекся Христа и стал открыто приносить жертву идолам. На церковь Христова и на христиан было воздвигнуто гонение, которое было направлено главным образом против духовенства. Эти гонения привели к тому, что многие православные церкви в это время остались без своих служителей, святительские престолы без архиереев, из которых одни были умершлены, а другие разогнаны или арианами в царствовании Констанция или долослужителями в царствовании Юлиана. Было до того тяжело, что если бы Господь не прекратил жизнь и царствование Юлиана, то едва ли осталась в целости какая-либо церковь со своими служителями. В такое лютое время святой Евсеви, утаив свой сан святительский, одеждой и в таком виде стал обходить Сирию, Феникию и Палестину, утверждая христиан в православной вере. Где он находил церковь без служителей, там он поставлял и иреев, и диаконов, и прочих клириков, и везде поставлял епископами только тех, которые отвергали ересиаре, и мудрствовали православно. Вот какой ремос о Христе, каков труд, какое старание и попечение имел великий архиерей Божий Евсевий, а Христовой Церкви в это время. Аполлинарий 23 июля разъярился мучитель и приказал бить святого по устам камнем. Христиане, видя такую жестокость мучителя, не могли более терпеть, было их великое множество, но подвигнувшись на гнев, произвели народный мятеж, бросились они на язычников и несколько человек убили. Хотели убить и Миссалина, но он, когда заметил начавшийся святившись с места, бежал и скрылся где-то в укрепленном здании. И многие уверовали во Христа. Правитель же, освободив святого из рук неверующих, отправил его ночью в свое имение в шести миллиариях от города под предлогом, что там будет держать его в оковах. Но святитель оставался в том селении все четыре года не в оковах, а на свободе. И сходились к нему все верующие, и изыщников многие приходили к нему. Он обращал ангельскую к святой вере и крестил. Всех больных, которых приносили к нему, он исцелял. Пантелеймон 27 июля В те дни был в Никомеде старец пресвитер именем Ермолай и страха перед нещестивыми, укрывавшиеся с немногими христианами в маленьком и незначительном доме. Путь Пантелеймона, когда он шел из своего дома к учителю и обратно, лежал мимо жилища, в котором укрывался Ермолай. Видев окошечко юношу, часто проходящего мимо, Ермолай из лица и взгляда его познал его добрый нрав. Уразумев духом, что юноша будет избранным сосудом Божьим, Ермолай вышел однажды навстречу юноше и упросил его на самое малое время зайти к нему в дом. Кроткий послушный юноша вошел в дом старца. Посадив его около себя, старец спрашивал его о происхождении, родителя, о вере и во всем образе его жизни. Юноша все рассказал подробно и сообщил, что его мать была христианкой и умерла, а отец жив и согласно языческим законам почитает многих бесов. И спросил его и святой Ермолай так, ну а ты, доброе чадо, к какой стороне и вере хотел бы принадлежать отцовской или матерней? Кирилл Гортинский 6 сентября Затем святой пошел в Рим и здесь утвердил верующих своею проповедью. Вопрос 1967 Дьяконы всегда ли были такими немыми и безгласными в храмах и в жизни, а только могли реветь на их тенях? Или когда-то было это иначе? Ответ Были времена, когда и при святерам не дозволялось в храмах слово проповедовать. О, как запечатали. Деяние 84 Между тем рассеявшиеся ходили и благовествовали слово все до единого. Деяние 11 19 Между тем рассеявшиеся отгонения бывшего после Стефана прошли до Финикии и Кипра и Антиохии никому не проповедует слово кроме иудеев. Но хотя бы и по пустыням враг рассеял людей и хотя бы тысячекратно связали себя неразумными и вредными обетами и клятвами но и для них слово Божие является мерилом и судьей в судно и последний день. Не по их обетам Его рассматривает историю нашей жизни а по Библии. Иоанн 12 48 Отвергающий меня и не принимающий слов моих имея судью себе слово которое я говорил оно будет судить его в последний день ОНО что пользы миллионы раз повторять Господи помилуй и не исполнять волю Божию чтобы идти в мир с благой вестью. Матфея волю Отца Моего Небесного а какая воля идите спасайте людей. Марка 16 15 и сказал идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари. Тут толкования вообще никакого не надо. Досиделись пока советская пришла власть и как тепленьких всех забрали тут же расстреляли. А были бы побросито везде пойди найди Викентии посолом 49 16 17 Грешник уже говорит Бог что ты проповедуешь уставы мои и берешь завет мой в уста твои а сам ненавидишь наставление моё и слова мои бросаешь за себя то есть всю Библию монахи бросили за себя они вообще не знали Отечеством святого Викентия была Испания всей святой еще одни своей юности посвятил себя на служение Богу и прилежно изучая Божественное Писание поучался в законе Божьем день и ночь он имел премудрого исполненного добрых дел учителя блаженного Валерия епископа в городе Августополе сей епископ видя что ученик его Викентий благоразумен и благонравен посвятил его в диаконы и сделал проповедником Слово Божие ибо хотя сам он и весьма хорошо знал Священное Писание но будучи косноязычен не мог ясно говорить а посему и поручил своему диакону блаженному Викентию как человеку достойному премудрому ясно говорящему поучать народ в церкви проповедуя Слово Божие Святой Викентий принял от своего епископа это повеление и благословение не только в церкви но и на всяком месте где было для того удобно усердно поучал и наставлял народ указывая путь спасения для души вопрос 1968 во многом женщина поставлена в более стесненное положение а как дело обстоит в проповеди ответ здесь женщина захватила первенство в лесе жен мироносец и далее вся история ублажает жен проповеде с истины правда им в церкви то есть в здании храма не дозволено благовестить а далее нет никаких ограничений первое коринфянам 14-34 жены ваши в церквах да молчат ибо не позволено им говорить а быть в подчинении как и закон говорит ее проповедь бывает даже более приемлема чем от мужчин Пороскева 28 октября она начала тратить свое имущество не на украшение своей юной красоты и молодости и не на роскошную жизнь но на одеяние ногих пропитание голодающих угощение странников Пороскева не обращала никакого внимания на своих женихов домогавшихся сожительства с нею Пороскева смело проповедовала перед ними слово Божие и заблечала суету бездушных идолов не желая слушать от нее таковых обличений неверующие граждане схватили ее и предали побоям а потом верли в темницу Нина 14 января дни и ночи проводила она в пламенной молитве к Пресвятой Богородице Деве чтобы она удостоила ее увидеть иверийскую страну найти облабазать хитон возлюбленного сына ее Господа Иисуса Христа сотканной перстами ее Богоматери и проповедовать святое имя Христа не знающим его тамошним народом когда блаженный патриарх услышал от нее о явлении ей Богоматери и о повелении идти в иверийскую страну для евангельского благовествования там о вечном спасении то он увидел в этом явное выражение воли Божией он не усомнился дать юной деве благословения идти на подвиг благовестия по приказанию святоносного мужа явившегося Нине и сказавшего ей на ухо три таинственных слова когда она ночью слезно молилась возле этого корня так думают потому что с этого времени Нина никогда уже не помышляла удалить корень кедра и отрыть гроб Сидонии равно как и не искала и в другом каком-либо месте столь дорогого для нее хитона Господня спев Сип 16 января когда блаженная Неонила вместе со святым Нигном увещала так своих внуков благодать Божия проникла незримо в их сердца с удивлением слушали юноши слова своей бабки смотря друг на друга и размышляя и потом все в один голос отвечали ей зачем же ты молчала до сих пор перед нами о деле такой большой важности зачем в течение столь долгого времени скрывала от нас путь истины и лучезарный свет подняв подняв свой взор и благоговейно воздев руки к небу Леонила возблагодарила Бога за то что внуки ее начинают познавать истину и с любовью сказала им сын мой а ваш отец который теперь сошел в преисподнюю не отличаясь ни умом ни мудростью настолько был ожесточен сердцем и погружен во мрак веществия что не хотел не только веровать в их Христа Бога но даже произнести его святого имени какую же пользу могло принести слово Божие тому сердце которого всецело было одержимо злоба и неверия так что ослепленный долопоклонством он и не мог видеть света правды только ради него я молчала и не говорила вам о том что служит к вашей пользе я боялась что он своим пагубным влиянием навсегда отклонит вас от правого пути но так как теперь по воле Божией его уже нет на свете то исчезли для вас все препятствия время настало благоприятное откройте и обратите к небу свои телесные очи и сердечные и с помощью благодати Господа нашего Иисуса Христа искорените из своих душ всякую склонность к виду поклонству чтобы исполнить все через то непрестанные радости полексения 23 сентября после всего полексению постигли несчастье она была необыкновенно красива прися с ее красотой один бесчестный человек насильственно похитил полексению и увез ее в Грецию но милосердный и всесильный заступник беззащитных и неринных Господь сохранил юную деву невредимую и не попустил исполниться преступным замыслом несчастивого похитителя злой умысл несчастивца Господь обратил даже на пользу полексении плывя в Грецию на одном из кораблей полексения слышала проповедь еще другого великого ученика Христова святого апостола Петра благорасположенная к высокому божественному учению Христа спасителя с живым доверием обратилась она по прибытии в Грецию к покровительству и защите христиан большинство жителей в то время было уже обращено к христианству проповеди святого апостола Андрея первозванного ученика Христа спасителя апостол Андрей на кресте вися говорил не дай поколебаться тем кои познали и возлюбили тебя через мое благовестие святая Париксения сама восхотела проповедовать божественное учение Христа спасителя святой Анисим отправляется на проповедь в Испанию святая Париксения с радостью сопутствовала ему на свою родину для благовестических трудов она хотела обратить ко Христу своих соплеменников еще не просвещенных светом Евангелия возвращаясь в Испанию со святым Анисимом и с подругой своей Ревеккою вместе с нею крещеную святая Париксения ревностно предалась деятельному распространению христианства среди своих единоплеменников сестра ее Ксантипа также присоединилась к ее благовестническим трудам сохранилось сказание что особенно часто они проповедовали в многолюдном городе Толедо и так всю остальную жизнь свою почти 40 лет святая Париксения посвятила всему великому подвигу подавая уверовавшим во Христа пример благочестивой жизни плодом всего благочестивого апостольского служения ее было то что весьма многие язычники в Испании были обращены и утверждены ею в христианстве около 109 года по Рождестве Христовом святая Париксения мирно скончалась до конца земной жизни сохранив девство Мария Магдалина 22 июля а Мария Магдалина с прочими мироносицами сияющие счастьем и презирая все опасности от неистовых врагов Иисуса Христа не могли оставаться спокойными на одном месте и переходя из дома в дом от одних учеников Христовых к другим в чистоте простоте глубине и крепости любви к своему Исуселителю и Учителю восторженно повторяли несчетное число раз отрадное благовестие Христос воскрес воистину воскрес и благодатно быстро стало России семени самого меньшего из всех зерновых семян огромнейшее дерево Церкви Христовой малая горсть искренно преданных Христу Спасителей учеников и учениц из коих самой ревностнейшей была святая равноапостольная мироносица Мария Магдалина восторжествовали над надменным своемудрем изычество владели целыми царствами с их царями и божественное учение Христова пронесли из края в край во всю вселенную земли Диане 1.8 повторяет торжественные слова первого благовестия Святой Марии Магдалины Христос воскрес воистину воскрес после евангельских явлений воскресшего Христа до вознесения его и после святая равнопостольная Мария Магдалина пребывала с Пресвятой Богородицей и апостолами и была деятельной спаспешницей первых успехов распространения христианской веры сначала в Иерусалиме но полное усердие пылкой веры и ревностной любви к благовестию Божию она затем проповедовала и по другим странам всюду возвещая небесную благодать радость и спасение всем уверовавшим спасителя мира Христа Вседержителя таким образом ревностную бесстрашную проповедю о Христе Спасителе святая равнопостольная Мария Магдалина с прочими благочестивыми христианами побудила языческого правителя иудея письменно засвидетельствовать всемирные события воскресения Христова перед миром языческим и самого языческого императора всемирной тогда империи римской побудила признать величие и божественное могущество Христа Спасителя облегчив всем этим распространение христианства Римлян 28.6 Святой Иоанн Влатоуст и поучает об этом что воздавая каждому верующему соответствующую ему похвалу апостол Павел приветствует святую равноапостольную Марию как уже много потрудившаяся и посвятившая себя апостольским подвигом труды ее упоминаемые здесь апостолы были подвигами апостолов евангелистов следовательно равноапостольными она служила добавляет святой Златоуст и деньгами и неустрашимо подвергалась опасностям и совершала тяжкие путешествия разделяя с апостолами всякие труды проповедничества в Ефесе по преданию и свидетельству многих святых отцов и церковных писателей святая равноапостольная Мария Магдалина помогала святому апостолу мудрее всю свою жизнь царь разгневался и приказал начальнику города отнять у нее все ее имение и хранить его пока Олимпиаде не минет тридцати лет от роду начальник не столько по царскому показанию сколько по наговору и украинский так обижал и стеснял ее что она не только в имуществе своем а даже в себе самой не была властна он не позволял ей не беседовать с богоугодными святителями не посещать церковь добиваясь чтобы с тоски она пошла замуж но Олимпиада радовался и благодарила Бога через несколько времени она написала царю следующее ты оказал мне владыка царскую милость и поступил истинно по-епископски приказав другому заботиться и беречь мое бремя о котором я заботилась сама еще большее благодеяние сделаешь ты и мне если прикажешь твоему чиновнику раздать все мое имение церквам нищим и недостаточным людям чтобы я избегла суетной славы раздавая не сама и тогда не буду пренебрегать настоящим своим богатством свободная от забот о богатствах земных и скоро погибающих царь прочел ее письмо и размыслив сам с собой позволил ей опять владеть своим имением Параскева 26 июля она раздала имущество свое бедную приняла иночество и подражаясь святым апостолам стала ходить проповедуя о Христе причем многих язычников обратила к истинной вере Василиса 3 сентября цитата святой мученице было всего 9 лет когда ее привели на суд к егемону или правителю Никомидии Александру перед которым эта мученица отраковица непорочная невеста небесного жениха так смело исповедала Христа что все были удивлены благоразумием и свободного разговора ее с мучителем с которым она вела спор о вере Христовой как вполне совершеннейший муж тогда правитель повел бить ее по лицу святая траковица возблагодарила за сие бога правитель приказал тогда снять с нее одежду и бить ее розгами она воздала за сие еще большее благодарение господу по ходатайству и молитвам святой мученицы правитель Александр вполне уверовал в скором времени представился исполненный истинного покаяния и погребен был христианом и счастью аминь